Всем добрый день! Здравствуйте! Сегодня мы познакомим вас с наконечниками фирмы G5, или по-русски G5. Но на самом деле эти наконечники у нас на рынке давно, официально они не заводились, но как-то проникали. Что хорошего можно о них сказать? Ну давай начнем со знаменитого, знаменитый наконечник Montec. Идет в двух вариантах, это если для лука с черным покрытием и титанового цвета. Ну стандарт. То, что у тебя в руках уже покрыто специальным напылением, это сделано для того, чтобы он меньше блестел на солнце. То есть, максимально скрыть охотника. Да. Также они выпускаются в различных весовых категориях, там 85 грамм, 100 грамм, 125 грамм. У нас сейчас 100 и 125 грамм. Мы их проверим на тесте. Ну дальше, любимый Т3. Людьми из Bon Collector. Ох, они любят этими наконечниками шмалять по оленям. Вот так он выглядит в сложном состоянии. Это наконечник раскрывающийся и, по их убеждениям, он не теряет точки прицеливания. Летит туда же, куда и летит тренировочный наконечник. Ну в принципе, у него аэродинамика такая же, как и у тренировочного наконечника. Вполне возможно. Ну да, его лезвие сложенное. Разложен он выглядит вот так уже, после того, как попадет в тушку. Тут где-то, ну, сантиметра 4, наверное, в ширину. Ну, рано расстроился еще при попадании. Да. А еще вот новейшая модель Хаок. Да. Наконечник очень серьезный. Оставляет разрез где-то 7 сантиметров. Да, но следует отмечать, что он двухлезвийный. Ну, зато у него режущая поверхность, сама режущая кромка. Не, я согласен. Он, кстати, и между реберами может скользнуть гораздо лучше. Он также не является парусным каким-то наконечником и должен лететь примерно туда же, куда и тренировочным. В то время, как все наконечники фиксированы лезвием, как вот эти трехлезвийные, они обладают своей собственной парусностью. И надо учитывать это то, что перья ведут стрелу в одну сторону, а наконечник в другую. Следующий наконечник G5 Striker. Я думаю, это самый, наверное, распространенный будет и бюджетный наконечник, он тоже очень хороший, у него сменные лезвия. То есть, если, ну, допустим, тоже Montech надо точить, то у Striker достаточно просто сменить лезвие. Ну, отлично, наконечник, на мой взгляд, очень острый. И площадь у него все-таки побольше, чем у Montech. Да, но как бы лезвие тонкие, в какой-то момент может и обломиться. Ну да. В то время, как Montech не обломится. Он цельно литой. Что касается Montech, основная задумка, что сам Montech лежит на плоскости. То есть, у него заточка такова, что, чтобы его подточить, достаточно положить на камень и провести его. Очень легко делать. Ну и, конечно же, гвоздь программы. Это наконечник для бобров, птиц и сурикатов компании G5. Smile Game Head. По-русски это шокер. Страшная штука, мы уже опробовали ее в деле. Так что, вот, мы рассказали вам кратко о наконечниках. Ну, а теперь в поля, на тестах. Да. На природе было довольно прохладно и капал дождь. Но это ничего не решает. Тот тест, который мы запланировали, мы обязательно выполним. Сначала мы начали с установки мишени. Это большой круг с желтой точкой посередине, куда мы и будем целиться. Вся задача состоит в том, чтобы пустить стрелу с тренировочным наконечником, как маркер. И потом уже смотреть отлеты стрел с бродходами. Дистанцию выбрали довольно большую. Сколько? 54 метра. Ну, кстати, вот это к разговору о постоянных мифах о охоте на крупных копытных. На крупные животные, на дальние дистанции. Ну, копытные также кабаны, да. На 150 метров и так далее. Мы сейчас будем пристреливать арбалет на 54 метра, а потом сделаем лося и посмотрим, насколько хватает вообще энергетики стрелы, чтобы пробить эту мишень. Нашим выбором стал арбалет МФБ-360, как заслуживший уже свою почетную славу безотказного высокоточного оружия. Чтобы правильно пользоваться арбалетом, напоминаем, что не надо забывать смазывать ствол специальной смазкой. Это продлит срок службы как тетивы, так и арбалета в целом. Мы пользуемся натяжителем фирмы Mission. Это новейшая разработка, натяжитель съемный и абсолютно бесшумно работает. Первым идет наконечник G5 Montech. 125 грамм. Он пришел немного ниже. Парусность сказала свое действие. G5 Montech 100 грамм. Он немного легче, поэтому и пришел выше. G5 Striker Magnum. Довольно тяжелый наконечник. Пришел ниже всех, потому что и парусность у него больше всех. Ну а теперь Т3. Практически стрела в стрелу. На удивление, довольно метко попал G5 SGH. Ну и хавок. Хавок попал в ту же дырку, куда и влетел Т3. Ну что, а теперь испытание по мясу. Мы взяли грудину с очень большой и толстой костью, чтобы максимально усложнить проникновение нашим наконечникам. Мы пользуемся ножом Dendro Modsio. Это отличный охотничий нож. В качестве тела мы взяли изолон-блок. Как известно, они бывают трех типов. Мягкий, средний и жесткий. Мы взяли самые жесткие. После того, как мы установили с двух сторон куски ребер с мясом, нам надо было срезать две опоры, чтобы конструкция стояла очень жестко. Нож Dendro и здесь не подвел, легко справляясь как с мясом, костями, так и с деревяшками. Продолжение следует... Ну вот, и готов наш импровизированный лось. Ребра целы? Нет. Пробишь? Через ребра прошло. Угу. 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 Все. Дырка в ребре. Дырка в ребре. Да, полностью. Вот оно ребро идет. Нет. Через ребра. Одно разрезал. Тоже такой же надрез. Ребра целы? Нет. Разрезаны. Наконечник SGH конечно же не пробил бы эту конструкцию полностью, но он пробил входные кости, раздробил их и оказался очень серьезным наконечником. Дальше мы проверили его на курице. Этот шокер оказался просто взрывным. Уже пошел сильный дождь и мы решили уехать. Но для себя мы решили, что наконечники G5 не только хорошо летят, а также отлично пробивают. Ни один из них конечно не пробил вторые ребра, которые были за изоломблоком, но что уж говорить, изоломблок тоже был самым жестким и представлял собой непреодолимую преграду. Чтобы наконечники фирмы G5, да пожалуй любые наконечники пробили полностью нашу конструкцию, нужно уменьшать дистанцию охоты хотя бы до 30 метров.